Раньше мечтали получить хорошее образование, чтобы стать учителем, врачом. Сейчас уже со школы стремятся набрать как можно больше подписчиков в социальных сетях, чтобы быстрее занять свое место под солнцем. Появляется все больше разных курсов по прическам, СММ и другим профессиям будущего. Анжелика по образованию ювелир, но по специальности не проработала и дня. Сначала трудилась в банке, потом ушла в сферу ногтевого сервиса. Работа нравилась, но из-за эпидемиологической ситуации пришлось менять направление. Меня коснулась пандемия, я сидела дома и думала, чем мне заняться. Потому что все, кто были в онлайне, они в принципе не пострадали практически, в отличие от тех людей, кто работал офлайн. Девушка искала творческую профессию, которая бы приносила не только деньги, но и радость. Наткнулась на курсы по визуалу и решила, что это именно то, чего ей хотелось всегда. Тем более, как отмечает сама Анжелика, в такой работе сплошные плюсы. Это очень удобно, если у тебя есть ребенок. То есть тебе не надо думать, побежать, кто его заберет из садика. Ты свободен практически большую часть времени, ты работаешь в своем телефоне. То есть ты можешь работать из любой точки мира, из любой точки города, дома, в кофейне, вообще хоть где. Это самый огромный плюс. Эта девушка когда-то носила форму, обучалась в юридическом институте МВД. Но увлечение астрологией вытеснило пять лет изучения респруденции. Я хотела с детства, чтобы моя работа была моим любимым делом. То есть я помимо того, что разбираюсь в людях, я разбираюсь в себе и понимаю, что это то, что я люблю. Это мое предназначение – помогать. Девушка признается, конкуренция большая и с каждым месяцем она только растет. В социальных сетях появляется все больше знатоков планет и их влияние на человека. К слову, услуги такого специалиста стоят недешево. Средняя стоимость консультации в Барнауле – 3-5 тысяч рублей. Маленькими шажками я шла к тому, чтобы создать уже, так сказать, хороший финансовый поток. То есть создавая уже сейчас и сайт, раньше это что-то было на любительском уровне, сейчас это уже, да, какой-то более прибыльный бизнес. По словам девушки, за месяц к ней обращается порядка 30 человек. Но чтобы добиться такого потока клиентов, Татьяна продолжает совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию. И скептически относится к тем, кто предлагает свои услуги после прохождения месячного курса. За месяц невозможно обучиться ничему. Также это приравнивается к психологии. Я думаю, что и психолог, пройдя обучение в 5 лет, будет обучаться постоянно. С ней согласен и Вячеслав по профессии. Он энергетик, но работал в этой сфере недолго. Работал по профессии буквально несколько дней. Понял, что это не мое. Почему? Когда я пришел, стоят изоляторы, стоят приборы. И я понял, что у меня первый вопрос был – а они же не говорят. То есть я пришел, так, смотри на приборы, у меня первая мысль. Говорю, они же не говорят. То есть я уже тогда понимал, что общение с людьми – это что-то для меня ценное в жизни. Но не только тяга к общению привела мужчину в нумерологию. Говорит, долгое время замечал одни и те же цифры в разных местах. И понял, что неспроста. Думаю, а если это мой знак? Ну и во вселенную, типа там, пусть, глаза подняв небо, пусть. Этот знак попадется прямо сейчас. Он в течение минут, и мне прям автомобиль подрезается этим номером. Уровня знаний, которым обладает Вячеслав, по его словам, быстро достичь не получится. А свою работу расценивает больше как помощь в направлении человека, но никак не четкий план на жизнь. Очень много людей приходит из-за хайпа и из-за желания заработать деньги. То есть сейчас это такая тема, что обсуждали недавно с супругой, что действительно люди нумерологов и цифрологов слушают как врачей. Это очень тонкая грань. Потому что если, допустим, там нумеролог сказал, что у вас этого не будет, и человек ведь ходит с этим как с приговором. А между тем, быстрое обучение появилось и в Алтайском государственном университете. Теперь там планируют обучать ногтевому сервису. И это несмотря на обилие разных специализированных школ и курсов. Специалисты объясняют такую тенденцию тем, что изменения в мире меняют методы и формы обучения. Процесс переобучения должен идти постоянно. Знаете, сегодня даже говорят не только о таком умении, как умение учиться и готовность учиться. Сегодня даже говорят об умении учиться забывать выученное. Потому что нельзя оставаться в формате тех знаний, тех навыков, которые мы выучили когда-то. Их нужно, они уже рудимент устаревший, уже неэффективный, их нужно забыть, поставить на этом точку и двигаться дальше. Другой вопрос, останется ли востребованным фундаментальное образование. Но в чем сходятся все наши герои, главное получать знания у тех, кто действительно добился в своей профессии хороших результатов. Чтобы не потерять свое время и деньги на прохождение сомнительных курсов в интернете.